А, Наташа! Вот, новый постоялец. Доброго здоровья, народ честной. Был честной, да за прошлой весной. Но мне всё равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха неплоха. Все чёрненькие, все прыгают. Так-то. Ну, где мне тут приспособиться-то, милая? А, вон туда иди, дедушка. Спасибо, девушка. Туды-втуды. Старику, где тепло, там и родина. Да, вот. Какого занятного старичишку-то привели, Наташа? Да поинтереснее вас-то. Андрей, жена твоя на кухне у нас? Ты погоди, а приди за ней. Ладно, приду. Да ты б уж чай по лаской веснею теперь обращался-то. Ведь уж недолго. Знаю, знаю. Знаешь, знаешь. Мало знать. Надо понимать. Чай умирать-то страшно. А я вот не боюсь. Как же. Храбрость. Нитки-то гнилые я. Право не боюсь. Хоть сейчас смерть приму. Возьмите вы нож, ударьте против сердца. Умру не оху. Даже с радостью, потому что от чистой руки. Ну, это вы другим зуб от заговариваете. А Нитки-то гнилые. Андрей, не забудь про жену. Ну, ладно. Эх, славная девка. Да, девица ничего. Вот чего она со мной так отвергает? Все равно ведь пропадет здесь. Через тебя пропадет. Зачем через меня? Я ее жалею. Как волковцу. Да врешь ты, я ее очень жалею. Плохо и тут жить, я ведь вижу. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней. А Василиса, да. И от своего дара мне отдаешь. Баба лютая. Да, падите вы к чертям оба, пророть. Погоди, увидишь. Васька задумался. Бубнов шьет. За перегородкой лука напевает. Миша, волая тоже. Клещ не выдержал, сорвался, вышел в сень. Эх, а скучно. Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо. И вдруг точно озябнешь. Сделается скучно. Скучно, говорит. Ей, ей. Старик! Эй, старик! Эй, это я? Ты не пой. Не любит. Когда хорошо поют, люблю. А я, значит, нехорошо. Ну, стало быть. А я думал, что я хорошо пою. Хе, вот все так бывает. Человек-то думает про себя, что хорошо я делаю. Глядь, а люди-то недовольны. Довольны. Вот верно. Говоришь, скучно, а сам хохочет. Ну, а тебе что, вор? Это кому скучно-то? Мне вот. Вбегает барон, вернувшийся с базара. Зябка кутаясь в свои лохмотья, присаживается на краюшек нар, греет дыханием замерзшие руки. Ишь ты. А там вон в кухне девица сидит и плачет. Права. Слезы тихут. Я говорю, милый, ты что это? А она говорит, жалко. Я говорю, кого жалко-то? А вот в книжке. О, видишь, чем всех занимается-то. Тоже, видно, со скуки. Да ты дура. Барон, чай пил? Пил. Дальше. Хошь, полбутылки поставил. Разумеется. Дальше? Да навис на четвереньке. Плай собакой. Дурак. Ты что, купец или пьян? Да ну, полай, мне забавно будет. Ты ведь, барин, было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал, и все такое. Ну, дальше. Ну, а чего дальше? Теперь я тебя заставлю лаять собакой, ты и будешь. Ведь будешь. Ну, буду полам. Когда я сам знаю, что стал чуть не хуже тебя. Ты бы меня заставлял тогда на четверенька ходить, когда я был неровнее тебе. Верно. И я скажу, хорошо. Что было, было, остались одни пустяки. Здесь господ нет, все слиняло. Один голый человек остался. Все, значит, ровны. А ты, что же, милый, бароном был? Это еще что? Ты кто? О, Кикимора. Графа видал я. И князя видал. А вот барона, первый раз вижу. И то уж испорченного. Ха-ха-ха. Барон, а ты меня сконфузил. Пора быть умней, Василий. Эх, братцы, погляжу я житье ваше. Ой-ой-ой. А, такое образ житье, что как поутру встал, так ты завытье. Ах, жили и лучше. Я бывало утром проснусь и лежа в постели кофе пью. Ах, кофе со сливками. А все люди. Вот как не притворяйся, как не вихляйся, а человеком родился, а человеком и умрешь. И все, я гряжу, умнее люди становятся, все занятнее. И хоть живут-то все хуже, а хотят все лучше. Ах, упрямые. А ты кто такой, старик? Откуда ты явился? И я-то. Странник? Ведь все мы на земле странники. И те, которые бродят, и те, которые на одном месте сидят. Вот слыхал я, что и земля-то наша в небе странница. Так это все так, так. А вот паспорт имеешь? А ты кто? Сыщик. Ловко, старик. Что, вороший, и тебе попало. Ну, получил, варень. Ну, чего там, старик. Я ведь это шучу. У меня, брат, у самого бумаг нет. Урян. То есть я имею бумаги, так они никуда не годятся. Они бумажки все такие. Они все никуда не годятся. Барон, айда в трактир. Готов. Готов. Пепел и барон уходят. А что, в самом деле человек бароном-то был? Так кто его знает, барин, это верно. Он теперь еще нет-нет, да вдруг и покажет барину все. Нет выгодно еще. Ну да. Барство, оно ведь как оспа. И выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Да он ничего, он так иногда это брыкнется, вроде как насчет твоего паспорта. По лестнице ловко сбегает тщедушный, рожеватый паренек. Босой, длинный, когда-то красный рубахи. С маленькой гармонией в руках. Это сапожник Алешка. Эй, динькина! Чего орешь? Извините, простите. Я человек без левайки. Опять загулял? Хе, сколько угодно. Только что из участка. Помощник пристава Медякина выгнал. Выгнал и говорит, ты у меня на улицу не ходи, чтобы говорить, тобой не пахло. Я человек с характером, а хозяин на меня фыркает. А что такое хозяин? Недоразумение одно. Я не цон хозяин. А я такой человек, что я ничего не хочу. Не хочу, Ишабаш. На, вот возьми меня за рук за двадцать. А я не хочу. Давай мне миллион не хочу. Дверя в кухне неслышно появляется Настя. И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой, я не ца. Не желай, не хочу, да не желай. Эх, парень, запутался ты. Дура человеческая. На, вот ешь меня, я не хочу. Я отчаянный человек. Объясните мне, кого я здесь хуже? Почему вот я хуже прочих? Вот Медякин говорит, на улицу не ходи, я, говорит, тебе морду побью. А я пойду, пойду вот. Ягу посереть улицы. Валяй. Дави меня. А я ничего не желаю, ничего не хочу. Алёшка ложится на пол. Лиза. Несчастная. Молоденькая, а уж так ломается. Барышня. Мамзель. Парле франце прескуран. Ох, загулял я, милая. Василиса. Ходит Василиса. Дородная женщина в ярком красном платье. Незаметно бросив взгляд на коморку пепла, она хозяйски осматривает ночлежку. Видит Алёшку, спрятавшегося под нарой. Ты опять здесь? Здравствуйте. Пожалуйста. Я тебе щенку сказала, чтобы духу твоего тут не было. Ты опять сюда пришёл? Василиса Карповна, хошь я тебе похоронной марки. Вон отсюда. Постой, погоди, так нельзя свежей музыкой, только что выучил. Я тебе покажу, так нельзя. Я всю улицу натравлю на тебе. Язычник ты проклятый. Мол, ты ещё лает про меня. Ну, я уйду. Чтоб его ноги тут не было, слышишь? Я тут не сторож тебе. Мне дел нет, кто ты таков. Из милцы живёшь? Сколько должен? Не считал. Ну, ты гляди, а то я посчитаю. Дверь просовывается рыжей Алёшкина голова. Василиса Карповна, а я тебя не боюсь. А я тебя не боюсь. Алёшка поспешно захлопывает дверь. Василиса замечает Луку, сидящего на постели Анны. Лука встаёт, низко кланяется хозяинке. Ты кто таков? Проходящий. Странствующий. Ночуешь, а лежит? Погляжу там. Пачфорд? Можно. Ну, давай, давай. Да, я тебе принесу. Я тебе его на квартиру приволоку. Прохожий тоже. Говорил бы, проходимец. Всё ближе к правде. Ох, и неласкова ты, мать. Ох, неласкова. В дверях снова появляется голова Алёшки. Ушла. Ты опять? Василиса подходит в комнатушке. Пепло заглядывает в неё. Нет его. От кого это? В Ваське. А я тебя про него спрашивала? Я вижу, ты заглядываешь везде. Я за порядком гляжу, понял? Это почему-то вас до сей поры не метено, а? Я скольки раз приказывала, чтобы чисто было. Актер мести. Мне дел нет кому. Как санитар наед, да штраф наложат. Я вас всех отсыду вон. А чем жить будет? Чтоб старинки не было. Черт, 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 дарнавец. Ты чего тут торчишь? Чего рожа вспухла? Чего стоишь в нём? Мити пол. Да, Наталью видела, была она тут. Не знаю, не видела. Вовна, сестра была тут. А вот я его привела у нас. Ну, а я тут был, что ли? Василий? Был. Да с клещом она тут разговаривала, Наталья. Но эти не спрашивай с кем. Грязь ведь, грязище. Ах вы, свиньи. Чтобы чисто было, слышите? Ох, сколько у ей зверства в бабе это. Да, серьезная бабочка. А звереешь в такой жизни? Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как её. Ну, она не больно, крепко к нему привязана-то. Всегда она так разрывается. Всегда. К любовнику, видишь, пришла. А нет, я его. Значит, обидно. Обидно, да-да-да. И сколько это разного народу на земле распоряжается. И всякими страхами друг дружку сращают. А порядка всё нет на земле. И чистоты тоже нет. Все хотят порядку до разума нехватка. Однако, надо подмести. Настя, ты бы занялась. Ну, да как же. Горничная, я вам тут. Напьюсь вот я сегодня. Так напьюсь. И то дело. С чего это девица-то пить-то хочешь, а? Он давеча-то плакала, а сейчас, говоришь, напьюсь. А напьюсь и опять плакать буду. Вот и всё. Немного. Да от какой причины, скажи. Ведь так, без причины-то, она ведь и прыщ не вскочит. Настя молча смотрит на луку и отходит. Так. Так, 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 так. Эх, господа люди. И что с вами будет? Ай-яй. Ну, давайте хоть я подмету, что ли. Где у сметла-то? О, там, за дверью, в тенях. Настя. Чего это у Василисы на лёжку бросилось? Он про неё говорил, что надоела она Ваське. И что Васька бросить её хочет, а Наташу взять себе. Уйду я от Седова на другую квартиру. И чего? Куда? Надоела мне. Лишняя я здесь. А ты везде лишняя? Нет. И все люди на земле лишние. Ходит городовой Медведев, дядя Василисы. За ним следует лука с метлой. Как будто я тебя не знаю. А у остальных людей всех знаешь? В своём участке я должен всех знать, а тебя вот не знаю. Как того, дядя, что не вся земля в твоём участке поместилась. Осталось маленько опричь его. Правильно. Участок-то мне невелик, а хоть хуже всякого большого. Медведев здоровается за руку с Бубновым, снимает шинель, располагается на нарах. Сейчас перед тем, как с дежур сменится, сапожник Алёшку в час отвёз. Лёг, понимаешь, среди улиц. Играет на гармонии, орёт. Ничего не хочу, ничего не желаю. Лошадь тут ездит. И вообще ведь движение же могут раздавить колёсами и прочее. А, буйный парнишка-то. Ну, я его сейчас и представил. Что очень любит беспорядок-то? Вечером в шашки играть придёшь? Приду. А что это? Васька-то? Да ничего, всё так же. Значит, живёт? А чего ему не жить? Ему можно жить. Можно? А тут разговор идёт насчёт Васьки. Ты не слыхал? Я разные разговоры слышу. Да насчёт Василисы. Будь ты это... Не замечал. Ну, чего? Да ну так-то. Ну, ну вообще-то. Да ты что? Кто ты? Да, может быть, знаешь, да врёшь? Все знают. Смотри у меня. Врать нельзя, брат. А чего мне врать? Ну, то-то. Ах, псы. Разговаривают, будто Васька с Василисой дискоч. Мальчик, до нового, до нового этого. Ну, да, да. Ну, а мне-то что, мне-то что? Я же ей не отец. Я дядя. Чё она до мной смеётся? Ой, какой народ стал. Надо всем смеётся. Ходит квашня с пустыми корзинами. А-а-а, ты пришла он. А-а-а, разлюбезный мой гарнизон. А-а-а. Убобно. А ведь он ко мне на базаре-то опять приставал, чтоб венчаться. А чё ж ты валяй, валяй. У него деньги есть. И кавалер он ищет крепко. Да, я-то. Да. Хо-хо. Ах, ты, Серый. Ты меня за это, за моё забольное место не тронешь. Это со мной было. Бабе замуж выйти, всё равно, что зимой в прорыв прыгнуть. Разделал. Нам всю жизнь памятно. А ты погоди, погоди. Мужья-то, у тебя не разные бывают. Да я всё одинаково. Как сдох мой милый муженёк, не днав ему ни по крышке, так я от радости одна целый день просидела. Сижу и счастью своему не верю. А если тебя муж бил зря, надо было в полиции жаловаться. А, я Богу жаловалась в восемь лет. Не помогал. А теперь запрещено, жён-то бить. О, теперь во всём строгость. Закон, порядок. Никого нельзя зря, никого, нет. Бьют, но для порядка бьют. Лукав будет Анну. Ну вот, и доползли. Эх ты, разве можно одной в таком слабом составе ходить? Ну, где твоё место? Вон на это вот. Спасибо, дедушка. Вот она, замужняя-то. Глядите, глядите. Бабочка совсем слабого состава. Идёт по сеням, цепляет за стенки, стонает. Ну, по что вы её одну отпускаете? Не доглядели. Простите, батюшка. А горничная-то ейная. Видно, гулять пошла. Смеёси. А разве можно эдак человек-то бросать? Ведь он, каков ни на есть, а всегда своей цены стоит. Надзор нужен. Вдруг умрёт, канитель будет из этого. Следить надо. Верно, господин Ундер. Ну, пошла я не совсем ищи Ундер-то. Ну, по-видимому, самое геройское. Да ну. Что это? Не как скандал, а? Похоже. Пойди поглядеть. Башня бежит на шум. За ней собирается идти Бубнов. И мне надо идти. Медведев не торопясь нацепляет шашку. И зачем это разнимают людей, когда они дерутся? Они ведь и сами перестали. Устаёшь, драться. Давай будем бить друг друга свободно. Сколько каждому влезет, вот они бы стали меньше драться-то. Потому побои-то помнили бы дольше. А ты начальству про это рассказывай. Вбегает Костылёв. Абрам, иди. Василиса Наташку убивает там. Иди скорей. Медведев нехотя идёт в стене. Лука прислушивается. Ой, господи. Наташенька бедная. Кто это дерётся там? Хозяйки. Сёстры. Чего делят? Да так-то они. Сытые обе. Здоровая. Тебя как звать-то? Анной. Гляжу я на тебя, дедушка. На отца ты мого похож. На батюшку. Такой ты ласковый. Мягкой. Мягкой, говоришь? Мя-ли много. Оттого и мягок.